всем привет меня зовут олег вы на канале шеф games и мы продолжаем прохождение мафии 1 definitive edition прошлой серии мы закончили с вами на главе непыльная работа мы ее прошли собрали дань погоняли на тачках и так далее ну в общем непыльная работа теперь следующая глава смотрим играем поставьте лайк не забудь так вот значит как обычный водила в миг превращается мафиози да просто повезло тогда и так не думал я припарковался на той самой улице где из-за угла внезапно выскочили поле сэмом так вообще бывает мне казалось что здесь не обошлось без высших сил ну если тебе от этого легче приятель все же тебе повезло смысле еще вчера ты был честным работягой пахал как вола все относились к тебе как иммигранту как куча дерьма а теперь у тебя полные карманы грязных денег сальери и ты уже хозяин жизни все не совсем так тогда сальери еще не рулил городом дон морелла зарабатывал в десятки раз больше него покупал копов политиков судей а кого не мог купить запугивал чтобы не мешали да уж он и правда заставил весь город ходить на цыпочках вы слыхали про джоу из сухаря его имя было в деле морелла боксер да да тот самый говорят тем утром джоу ехал на тренировку и может замечтался чемпионском поясе да чтоб тебе урод спишь за рулем ты что ли ты смотри а иисус мари господи дон морелла я не знал что это вы кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке джоу и нет дон простите меня я ехал очень медленно то есть это я виноват нет нет сэр просто я ведь просто это моя первая авария да уж ремонт обойдется недешево да ничего страшного сэр колеса в порядке только бампер погнулся мой брат сможет это все слухи дружок я знаю что морелла зашибал кучу денег на поражениях джоу и сухаря все так и есть и все же морелла разбил бедняги череп и бросил его труп посреди улицы что-то не сходится может дон считал что карьере джоу и конец или пугал других чтобы платили вовремя дон савери считал что морелла теряет рассудок когда взбешен у тебя были другие проблемы с людьми морелла сперва нет когда меня приняли в семью все было спокойно бывало проучали парней которые хотели отжать территорию но в остальном все как обычно толкали бухло давали защиту частенько собирали дань по мелочи но врать не буду иногда мы отрывались по полной томми спасибо что пришел так быстро не за что босс я слушаю скоро гонки ты в курсе да конечно поле сэм поставили деньги на на нашего майки дана да точно хороший парень но задиристый и деньги тратить не умеет пару лет назад майки взял у меня в долг хотел поменять колеса гонять на старом хламе по карьеру я подумал заведу хобби я люблю тачки оказалось майки лучшее вложение он выигрывает гонку даже если пешком идет потом он занялся серьезными гонками и я начал время от времени ставить на него очень скоро я вернул все деньги с лихвой да сэм сказал парень силен так и было мы сделали всех соперников ральф узнал что теперь в гонке будет новый участник парень из европы и тачку у него пошустрее нашей что мы можем потерять кучу денег но дело не только в них много уважаемых людей обращаются ко мне за советом все они поставили на майки будет новый черный вторник если он продует но для всех кроме маррелло типа он стоит за европейцев я в этом уверен мне поговорить с гонщиком не выйдет маррелло хорошенько его спрятал к тому же если он исчезнет или сольется наши ставки сгорят все заводят что гонки подставные что насчет тачки как раз они доме ральф знает охранника трассы поезжай туда ночью забери машину европейца пригони нашему механику он там поколдует и верни назад без проблем босс сара принеси мне выпить сможешь поскорее так ну что отец отпустит тебя посмотреть гонку продолжаем когда я выигрываю бамбу лейлу с у кого любимый у кого нелюбимая тема с гонкой с трассой со всей этой канители так тут ничего никаких нет записочек ну пойдем здесь через кухню выйдем тебе привет 56 вместе с тем что уже за баром эй томми сегодня важный день да ты уже видел гонки такое не пропустишь сальери не даст маррелло лишить его победы так нет это будет ему уроком и так сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика мой друг бобби охранник дашь ему на лапу он покажет где тачка и отвернется пока ты и увозит молодец твой бобби точняк есть один парень лука бертона перегони тачку ему это под мостом джулиана он ее типа подкрутит и завтра гонка станет интереснее потом я пригоню тачку назад и бобби больше не придется отворачиваться но поторопись бобби заканчивает в час тридцать а его сменщик мудак привет если тебе нужно оставить тачку там где ее никто не найдет пригоняй ее в гараж карла его наконец-то расчистил спасибо буду знать гараж 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 вот новая тема это гараж такси ну да одинаковые в 12 чикаго просто в 12 а в чем прикол чикаго они одинаковые что только по характеристикам 25к был 3 передачи 162к был давай конечно чё за руль вот эта тачка вот это я понимаю а огонь огонь я туда хоть еду разгон и динамика есть вот это я понимаю современная тачка а ай-яй-яй-яй вроде ночь на дворе а никто не едет никуда пока поспокойнее поедем а то менты здесь 160к был 160к был какая красота а музыка здесь угарная конечно в общем настроил хромакей так вроде неплохо выглядит только все равно как-то чё-то до настраиваясь приходится каждый раз ух я уже на месте что ты бобби твою тачку отгоним в гараж там никого нет друзья ральф и мои друзья да если у тебя деньжата есть завтра все припрутся сюда весь город пронесут бухло начнутся драки ненавижу эти дни да ладно зато выходные здесь лучшее место в городе чтобы деваху подцепить даже не начинай знал бы ты что я повидал так мы на месте 3 сентября 32 года на карте высветилась так ну что да посмотрим на этот дришпачок вот она корзелла серии c 29 года лучшая в классе и раскручивать если копы увидят такую на улице то будут задавать вопросы если догонит и постарайся не разбить его значит от бертона надо вернуться к пол второго до прихода сменщика он мудак слыхал то ну ладно чё погнали огонь точила ну скоростная скоростная и гоночная три минуты ребят три минуты я что-то не уверен за три минуты я успею тут бы в столб не въехать так ребятушки давайте вы меня как-то аккуратненько пропустите о-о-о-о вау 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 так полы из полы из поле ну ладно ну как твою же маша нет естественно так по газе мне куда ехать а прямо 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 что-то бешеный какая-то табуретка тут ну ну вау 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 таким офицером прекратить поиски повторяю прекратить поиски помню по старой первой части что обратный путь будет веселее потому что наш друган бертона кое что там подкрутит и как я не понял а вот сюда на мягче лука бертона какая она красотка у нас мало времени я работаю быстро прогуляйте все готово спасибо лука надо вернуть ее пока не хватились осторожнее с ней это малышка снора вам передай мистер сальере что я всегда рад поработать у меня много заказов но вы ребята особенные клиенты есть точки для дела есть для понта о цене договорились лишь бы паренек сальере победил это главное в виде осторожно еще и дождик начался да так у меня еще и перегрев двигатель идет отлично все как я люблю слушай минус управление вроде ничего величие да нет вроде прямо едет нормально да раньше там страны в сторону мотала кстати паренек стоял собирался с моста прыгнуть ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй а вот здесь что-то ее немножко носят так две минуты остался с небольшим не колес тоже в развалочку я смотрю а так прямо 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 догоняет ее прям страны в сторону нормально так чик тик Так, сюда. Оп, налево. Да ё-моё, ребят, чуть ночью разъездились тут, не на шутку. Так, практически на месте. То есть по сути всё, таймер закончился, значит всё ок. Вернулся. Слава Богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят всё ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по два метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там всё вокруг. Да ладно. И даже копов не вызвали. Нет. Иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? О, да, Фрэнк. У нас серьёзная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним всё в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло, Майки. В общем, ты займёшь его место. Что? Фрэнк, ты что? Я же… Том, гонка начнётся уже через полчаса. Это не обсуждается. Тону важно победить. Но ещё важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то ещё. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита из Европы, Мартина Ликенберга. Спеца международных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Лос-Хэвена, Майки Дан, не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Соби Анджела. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание. Ну что, погнали. Ну что, для начала притрёмся. С первого раза ни у кого не получалось пройти. И... Самое главное это вот эти вот повороты. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну и трусишки, да? Ха-ха-ха. Ах ты ж. Какая отгаянная борьба. Надеюсь, обойдётся бежать. Выкинул с трассы парочку. Боюсь ты, Джексон. Все они стараются нагнать лидера в гонке. Так, погнали, погнали. Какой там? Пятый, да? Какой позор! Тейлор, Андерсон, Анджела. Они продолжают борьбу и у каждого есть все шансы. Ах ты пивес. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. На первое место идёт серьёзная борьба. Вот сукин сыр! Ха-ха-ха. Ну, чёрт! Депутат Томми Анджел идёт среди первых и, похоже, не собирается уступать. Ну, посмотрим. Напомню, я играю на средних. Я как-то пробовал на сложном поиграть, но это вообще нереально. Они куда-то прям очень далеко от меня уходят, и всё, первые тройки. На средних настройках она и заточена на игру. Так, чтобы можно было её выиграть. Усиленили сегодня звёздный час у кого-то ещё. Бланчики растянулись по трассе со значительным отрывом. Так, ну, ай-яй-яй-яй-яй, главное не улететь. Вот сейчас вот главное не улететь. Держим. Это ещё только второй круг. С вылетом Ликценберга у нас остаётся трое претендентов на победу. Так, 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 так. Ну, ты посмотри, прям на пятки мне наступает, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хм, может быть, подфартит я с первого раза всё-таки пройду. Посмотрим, у меня ещё один третий круг. Если я не улечу никуда с трассы, то тогда норм. Так, ребят, ошибок не будет у вас, а? Нормально, нормально. И давай там не каркай, а? Ага, загруппировались там маленько, да? Давай-давай-давай-давай. Лидер отчаянно борется за победу. Гонка ещё не закончена. Угу. Нормуль идём. Так, вот здесь огонь не воткнулся. Оп. Анжела лидирует, сможет ли он остаться впереди? Да куда же я денусь-то? Давай-давай-давай, газу-газу-газу. Газуй-газуй-газуй-газуй. Умейте кто-нибудь погнать лидера, с вами Анжела. Ну всё. Вот и победа. Смотри чё, с первого раза. Неплохо. Что было по-прежнему впереди. Отлично. Отлично. Вам сегодня везёт? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, Томми! Тот наш чемпион! Ха-ха-ха. Эй, Том! Хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Ну, я всё равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведёшь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Вот. Ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, боже. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или всё уйдёт? Вот это была гонка. Да? Вот так. Нет. Но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Так, пойдём погуляем. Давай ещё раз всё. Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашёл? Друзья, сезон окончен. Трасса закроется 6. Пожалуйста, покиньте её по первому требованию. Ты кто такой? Ты водила от Бога, Том. Ааа. Винни, ты Полли не видел? Он говорил, что хочет пожрать. Типа бухло заесть. Но, боюсь, здесь нет столько каноли. Ну-ка. Много. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это всё машина, Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Нет. Он вроде говорил, что хочет есть. Ладно. Хорошего отдыха. Хорошо, Том. Спасибо. Как будто прям ко мне пошёл. Ну-ка. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, праздну победу. Только присмотри за полей, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк. Я его найду. Сухой закон. Сухой закон никто ещё не отменял. Победа и Томми! Первый раз у нас на гонках. Год назад трёх моторов было слышно из окна моей квартиры. Но на трассе я раньше не бывала. Нас начнут выгонять ещё за сутки. Не обращайте внимание. Раз пять пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли? Он был здесь минут пять назад. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Похоже на него. Спасибо, Лука. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку к башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньгах, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Полли не видел? Он нажрался в хлам, едва на ногах стоял. Да, слышал. Я снова прошу посетителей покидать трассу по требованию и не употреблять запрещенные вещества. Давай-ка Мурку. Так, ну чё, где вы тут? Слава Богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Чё с листьями? Крова сказала, а утка сказала, а креоаптичка сказала, а что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение. Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ну надо, ты прав. Идем, чемпион. МОЛОТОК Томми, классно будешь. Я был прав, не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Да он с Альери, этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы где. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичка везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как. Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону. И тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Полли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Дови мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам. Давай в голубые тропики. Давай-ка лучше домой поедем. О, мост. Езжай через мост на остров. Отвези меня к девкам. Отвези к сладким красоткам. По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Круто. Совсем другое дело, братан. Видел бы ты этих девчонок. У-ху-ху. Нет уж, сам плавай среди этих пираний, Полли. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Там был тыска голубая. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может, мам, может, ты... Ну, да. Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Нет, пойду домой. Э, Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Ха, я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала ошибаться какая-то... Чертова шпана, коти в эрогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И делать реальность. Если проводишь ее, эти козлы выяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Да. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Эээ, Том, Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться вечерком. Ты со мной или как? Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Я понял. Он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю. И мне решать, что с ней делать. Поли это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Я в этом не уверен. Я буду ждать тебя здесь. Я буду ждать тебя здесь. Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Ты думаешь, Джульет услышит, как мы топчемся за дверью? Сара! Это мне? Да. Но, боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все о тебе говорят. Да, она права. Все. Ладно, Джульет, не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэнэ нотэ, Томми. Мама! Твой ангел Сара принесла еще еды. Это было очень мило. Да. Увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником, Сэмом, тропани. И все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки. А разве я не прав? Да, пожалуй, прав. Цветы для дамы, сеньор. Нет, спасибо. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно. Если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да нет. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знал, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. А, значит, я твой... Я старалась тебя оберегать, Томми Анжела, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка. Так и быть, пусть твой хак смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увезти нашу телку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Ха-ха-ха! Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым. Но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Ну, погнали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты просто конфетка. Да? Такой девке ни к чему гуляйся, всему роду. Давай. Конечно, драка здесь. Такая относительная. Жмешь альт, уходишь от удара и дальше на Q просто добиваешься. Кто следующий? Оп! С ножиком он решил. О, как круто! Кто следующий? Ты че, братан? Отвали от меня! Иге-гей-гей-гей! Не отвалю! Оп! Тих-тих-тихо! Ты че? Томми! Ага. Оба! Кмырёныш! Ну, давай. Моя очередь! Надеюсь, ты крепче своих дружков. Оп! Давай! Сюда иди! Ох ты, пёс! Оп! Добиваем! Тих-тих-тих-тих-тих-тих! Да что... Ну что, получил, тупой урод! Эй! Эй! Неплохой хук справа. Молодец. У тебя кровь. Пойдём ко мне домой. Я посмотрю. Может, зайдёшь, чтобы я тебе помогла? Всё думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав. Принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чём я, Том. Пусть в следующий раз боле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни ещё. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Час таран и штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Прямо насквозь. Зачем? Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего. Ну вот и пройдена глава под названием Сарочка. На этом мы закончим эту серию. Потому что дальше пойдет заваруха. Мы будем наказывать этих парней уже по-жесткому. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, читайте описание. А мы увидимся в следующей серии. Пока-пока.